Что предлагает Ассамблея в результативной части? Это дополнительные санкции для тех, кто является частью этих планов геноциадальных по и издевательствам, и тортурам, которые претерпевают украинские военно-пленные, но также и по цивильным, которых не имеют права брать в плен по всем Женевским конвенциям. То есть это дополнительная санкционная политика, очень конкретно, и она рефлексируется в других резолюциях. Это также увеличение кейсов, например, в Международном криминальном суде МКС, потому что, вы знаете, только четыре кейса сейчас есть против Путина, так называемые омбудсменки по детям Львова и Белова, еще двум генералам, но четыре – это в океане военных преступлений. Ну, это очень важно, они значимые, но это очень мало. Поэтому мы будем использовать универсальную юрисдикцию каждой страны члена, и также МКС. Ну, и обязательно мы используем действующие механизмы, например, это Международный комитет Красного Креста, их мандат. Но очень важно, мы впервые пишем в резолюции, чтобы они смогли сделать исключение в их мандате по, например, нераспространению информации. То есть они должны, они могут четко заявить, что Россия не допускает их. Да, это можно прокоммуницировать. Мы предлагаем в резолюции определенные дерогации делать, но в рамках их мандата. Поэтому для нас важна и визия создания, если это все не работает, да, 75 лет назад создан механизм, который не может дать максимального эффекта. И именно благодаря украинским органам, государственной власти, координационный штаб, офис омбудсмена, офис президента и другие, именно благодаря им осуществляются эти обмены при согласовании с русской стороной. Но для нас важно посмотреть на возможные новые механизмы. И тут мы даем пас кабинету министров, то есть министрам иностранных дел и следующей стране, которая будет осуществлять президентство, главенствование в Совете Европы следующие шесть месяцев, это именно Люксембург. Это мы уже проговорили с коллегами, и для нас важно, чтобы голоса пленных, тех, кто пережил плен, военные, цивильные, знаменитые цивильные, такие на Реманжеле, но для нас они все знамениты, они все в нашем сердце, и самое важное придерживаться того, что сказал президент Зеленский. Это номер четыре его формулы мира, пункт номер четыре, она собрала просто полпланеты на встречу в Швейцарии этим летом, и для нас очень важно, чтобы все и каждый, каждая вернулись домой.